Николай Крёнышев, комбайнер-ударник из деревни Маховое, приехал искать себе супругу. Так что, девушки, подходите, знакомьтесь, у Коли есть комбайн, женится сразу, деньги есть, да, Коль? Ну всё. Всем привет, я Павел Калинин, и сегодня мы возьмём интервью у гитариста группы «Адовый мужик». Ладно, неожиданно, но мы сегодня берём у тебя интервью, ты что сейчас делаешь, сейчас занимаешься? Я разогреваюсь перед концертом, чтобы руки были тёпленькие, не холодненькие. Как ты вообще попал в эту группу, как ты закатился до того, что наши ватные мужики играют? Причём здесь висит фотография ныне покойного Атоса, царственного, я с ним начал играть панк-рок, вот через него я познакомился с Евгением Анатольевичем, вот, он меня позвал, да просто поиграть, посочинять сперва на акустике, потом, ну, у нас пошло, поехало, короче, творческий тандем, вот. И потом там такая тема произошла, у них отпал басист, и я стал на бас-гитару, а потом так получилось, у Теракса я уже на гитаре почему-то... Слушай, ну, ты чувствуешь себя творчески, да и свои амбиции. Вполне, да. А нет такого, что там фронт-мэк, где-то впереди, всё внимание на него, а ты гитарик где-то сзади, и как бы твоего, там, музыка, сочинения твоих, может быть, никто не оценивает так, как ты хочешь? Ну, там, где я присутствую, там, где я сочиняю грифы, грифы, музыку, вполне себе всё, всё то, что мы сделали, вот, из конфетку из говна слепили, в принципе, желать можно только дальше стремиться большим творческим успехом и стремлением. Ну, я тебе это очень отлично желаю, надеюсь, что благодаря такому профессиональному гитаристу, как ты, группа адовый мужик просто расцветёт и будет собирать птичок. Ну, сколько я уже здесь, почти, что больше пяти лет, ну, считай сам, с семнадцатого года. Так что давай, не будете отдыхать, тренируйся, надеюсь, что сегодня задашь жару вот так, настоящую гаду. Оказывается, здесь очень много творческих людей, вот, например, вот этот скучерявый парень, оказывается, у него свой проект, давай расскажи вам, чем ты занимаешься. А что я могу рассказать, чем я занимаюсь, ну, например, музычка и работа. Ну, что там за музычка, что это за проект, как называется? Ну, ответ, на мой проект называется Богом, локализован в Амцетске и исполняет он в Оптбанк и Скейтбанк, в душе девяностых, может быть, начало, ну-ну-ну-ну. Но ты один сольно занимаешься этим проектом или у тебя есть помощники? Ну, два человека. Вы выступаете? В общем, да. По возможности. Честно говоря. Записи, альбомы, что-то есть? Записи есть, что есть, официально. Сейчас можно немножко тебя послушать. В принципе, на всей площадке. Глуба ВКонтакте уже есть. Все как положено. Ну, почему? Я вот, честно, такой кализматичный парень, а я даже на него не подписывал. Обязательно послушаю твою песню, пишусь, что он когда концертовал? Володя. Пока что не знаю. Ну, не приглашаю. Не приглашаю. Убей. Можно больше, а больше. Промоушен, да. У нас все на промоушен завязано. Кто текст, кто музыка, кто поет. Ну, в общем, потом все на себе держится. Да? Да. Ну, в общем, познакомимся и узнаем. Текст фильма. Очередную. Таризматичная речность. Трочная. Так как просто. Меня Павел Савидович. Как вы походите вообще? Я? А ты мужик угорит сегодня. Ну, что желаю тебе угореть котельный сегодня. Да. Народный депутат. Я просто так вот. Никаких попросил. Ну, что ты не можешь? А сгиба. А сгиба? Ну, как я понял, что безумеря. Блин. Бумажные уже нету, к сожалению. Я, может быть, там у Юры Карпишова еще у кого-то. Можно спросить. Ты в контакте есть? А Женя там? Блин. Ну, ты решение в общем. Леха там. Леха в центре. По-моему, ты делаешь вообще какие-то крупные вещи. У меня до этого была груза в подвал. Да, да, да. Наральный алкопанк. Вот. И слюансы есть. Так как не стало людей, я захотел сделать сейчас руку шкураюр. Что? Так как остался, как говорится, саботранный зал. Сначала. Решил заняться тяжелой музыкой. Какие группы у тебя есть огромные музыки? А группы у тебя есть? А группы у тебя есть? Самая шкуродерная. А ты сразу и группой отмешиваешь или все? Нужны музыканты? Можешь сделать и грунт. Какие-нибудь идолы, какие-нибудь дяди металла, какие-нибудь дядьки такие, музыки. Вот. Нужны группы шкуродерни. На материал-то есть песенки, сочиняешь, творческие процессы. Материал есть сейчас в данный момент. Сейчас есть «Судный день». Вот песня такая, она трешовая. Довольно нормально. Там инопланетная, инопланетянная. Запись уже есть. Даже можно постучать. Запись ли? Так, она черновом там. На кабинете. Ну где? Нужно ее услышать, посмотреть творчество. Так. Так, по слову, таковой записи нет. Ну ты где-то присутствуешь, наверное, в интернете. Тебе можно найти друзья хотя бы? Э-э-э. Молодого мужика, вот. А записи когда ждешь? Качественные. Качественные записи будут со временем. Ну, желаю тебе удачи. Продолжаем наше знакомство с творческими людьми. Напоминаю, что мы сейчас временки перед концертом. Очередная творческая личность. Расскажите, пожалуйста. Меня зовут Павел. Гараж. Гараж? Да. Э, не настоящий или... У всех зовут Гараж, но я уже 40 лет как-никак был. Гараж. И вы играете в какой-то группе? Отлично. Группа из Менки. Из Менки? Да. Да. Это Орловская группа? Уже нет. Да. Город Кременчук, то есть Украина. Одни из клиентов. Короче, алкатреша Украина. Алкатреш. Все-таки в основном по алкатрешу здесь присутствует. Но это круто, круто. И вы прямо оттуда приехали? Нет, я, ну, естественно, сейчас пока дичь все творится. Как вообще, блин, ну... У меня жена, то есть, в Орловской области. Почему? Я снова Москва. Вы пока что здесь живете. Я в Мурманской области. Вы здесь живете, пока что здесь. Ну, здесь у меня отпуск. Да, я в отпуск. Да, я в отпуск. Я в отпуск на севере с Аброй. Как вам орел? Как вам орел, Орловская, Сопка? Ну, Водпухас не нашел. Ну, вот. Ну, вот. Здесь на октябре, наверное, в Севере, Водпухас не был. Желатак не понимаешь. То есть, ну, это буквально первый день. Ну, ничего, но нормально. То есть, город. Все еще в передачах. А как вам, да? Повыше. Ну, что, то что? Ну, как можно по местам, то есть, где кто-то слюблен. Ну, тут, блин, трафик насыщенный. То есть, сегодня концерты. Завтра также запись на оставшиеся вещи. Ну, новый альбом, короче. Ну, у Адового мужика, значит. Вы сидите с этим мужиком, такой колбородцей делаете. Да, это хватит. Ну, мы, как бы, делали. То есть, вот. Ну, так, что... Ну, так, что... Ну, так, что... Ну, если только деньги на них трогают, уже как-то вышелковерки. Раньше, чем оригинал, конечно, как-то. Ну, так. Ну, так. Ну, так. Здесь, с вашим дворцем можно познакомиться. В группе. Ну, как бы, журналы. О, вы вообще так писали. Сейчас будет выходить всероссийская металлокспорфедия. Я сейчас понимаю, что с диспотерами все неопределенность. Как бы, учитывая, что с 11 по 14 год, то есть, группа была, как бы, российская, . Ну, я в городе, я бывал на самом месте. Вот, я с 21-го, то есть, я, Соболяр. Вот. Ну, до 13-го. И так, если вы делали... Ну, Сироречка, что ты думаешь? Да, да, так. Ну, ВКОТАКТЕ. В каком ИЗМЕНОБЕНТ? В каком? ИЗМЕНОБЕНТ. ИЗМЕНОБЕНТ? А почему такое название, эта страда «ИЗМена» – «ИЗМЕНОБЕНТ?». Почему боится? По счету... Он вмешанное, что это слово, короче, оно, ну, как раз. А, да, точно. 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 А я вот здесь смотрю, а я посмотрю. Очень хорошая на самом деле, согласен. Я когда выбирал, я вот эти влага кражут. Если оказать мне... Так что, ребят, группа «Измен», выбирайте в гугле, знакомьтесь с настоящими, хорошей музыкой. Я думаю, тоже знакомимся. И пить нужно с умом. Смешивайте крепкие напитки. Я себе пил водку. Похмеляйте «Измен». Похмеляйте «Измен». Измена вам не будет гарантироваться. Я и пацанский, гражданский наш брат. Жлёв вам разу по снег колбасу. Страня в стакане, но устал воду. Милый «Измен». Милый «Измен» Мы из местных ладов, из героинах, из местных ладов! Давай, давай, давай! Давай! Топтали ее, блядь, и пиздец! Я весь, как мышь, промок! Я в трусах тоже должен. В трусах, блядь! И в носках. В бутылке, трусы и носки. Всегда пришел в трусах. Слушай, а 50 грамм вот этого наличия? А я это не увидел. А ты знаешь, можно столько людей прийти? Потому что я нашу тебя, говоришь, посыл. В трусах. Я ж говорю, тут люди пришли, поделать, смотреть. Я в чуть-чуть. Эй, сиди себе. Ты мне про цепи говоришь? Я тут народ, наоборот, смотрел, чтоб не попить, блядь, цепями не покосать бошкина. А ты их, говоришь, там отгонял я цепями. Я их, наоборот, оберегал цепями, блядь, чтоб их смотреть. Смотри! Эй! Смотри, вот такие бошки. Да вы понимаете, как круто? Лёха оберегает людей цепями. Он не мелочится. Серёга. Ну, здравствуй, перевозчик. Серёга. 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 Всё, привет. Как-то в будущем врагам дебалуют. Меня тоже. Хочу вас познакомить хорошего человека, который играл роль перевозчика в фильме «Разрешение». А вот часть вторая была «Дети бить китов». Там он исполнил роль товарища-перевозчика, а также он является владельцем какой машины. Ну, ты ж, наверное, с лужукатом, если что. Он был по имени Петров. Запорож. Сурсик. Запорож. Да, да. А он пришёл. Очень крутая машина. Мы давали на ней офигенные скорости. И как бы... Мы поговорили и решили, что она будет снята в новой части «Разрешение НОЖ-3». Знаешь, как у нас будет называться «Возвращение перевозчика». Амелия Волосандов, выгонял его. Да, можно? На камеру скажу. Будет ли? А кто они, чтобы сближались? В ближайшее время. В ближайшее время, бабье лето объедет. Будет приобретён новый аккумулятор. Чик-чик. Искры полетели. Всё, завелось. И мы едем. Приходим на второй путь. Всё. Вот так вот. А сегодня что-то всё пришло. Первый курс получили? Тихо угореть? Зарядить аккумуляторы. Зарядить аккумуляторы. Зарядить аккумуляторы. Водку будешь? А когда я отказываюсь? Тёплую, из мыльницы. А, нет. У меня налить. С утра в женском туалете. Да, налить. Мне сваек налью двойную из носа. Давай. Давай, сейчас нравится. Он же не пьёт двадцать лет. Не на кофе сколько наливать. Не а шерейте фоткин, пазик…. Зарядить. Зарядить. Я пупил. Шляпа Бэк. Культовая акустика. Роб Judy-хрок группа. А? Керосин? Ха-ха. Ты не зная.